С Алисой мы познакомились больше года назад. Она первая написала с идеей снять клип. И в то время, это было лето, мы обсудили эту идею, был написан сценарий на одну из ее песен, но в связи с тем, что у нас не удалось состыковать графики по времени, мы не реализовали этот проект. И уже этим летом я проявил инициативу, снова вернулись мы к идее снять совместно клип. Вот, была уже новая песня и мы решили снимать клип в сентябре. 20 августа я впервые услышал трек «Грусти обо мне» и, собственно говоря, начал писать сценарий. Первоначально сценарий я написал, отправил Алисе, и мы начали его согласовывать. И здесь интересно, что концовка, было два варианта концовки, можно было закончить более позитивно, что герои встретились и у них все хорошо, либо наоборот, что они все-таки не встретились. И Алиса приняла решение делать более позитивную концовку. Это вот ее решение. Но я, в принципе, с ней согласен. Музыка. Музыка. Когда я приезжала из Москвы в Новосибирск, я не была лично знакома с командой, и поэтому у меня было волнение, потому что, мало ли, кто мне может позвать в Новосибирск. Я, конечно, знала этих людей, но не лично, поэтому боялась этого. Но люди оказались очень хорошими и добрыми, поэтому я очень рада, что я со всеми познакомилась и мы сделали такую большую работу вместе и здесь у нас все круто получилось. Музыка. 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 Одним из сложных этапов был кастинг, потому что Алиса была в Москве, а я проводил здесь кастинг в Новосибирске. И здесь большое спасибо, конечно же, двум моим друзьям, это Регина и Яна, которые помогали мне искать, прежде всего, актера на главную мужскую роль. Ее в итоге сыграл Александр Беляев, я очень рад, что именно он ее сыграл и очень доволен той работой, которую он проделал. Очень долго и много мы согласовывали, кандидатур было несколько. Я отправлял фотографии Алисе, она смотрела и здесь она иногда писала, я говорю, ну что, два наиболее подходящих варианта, кого выбираем. Она говорила, примите решение самостоятельно, я полагаюсь на ваш опыт, профессионализм и все. То есть, так немножко на меня ответственность перекладывало. Вот, я очень волновался, но в итоге я считаю, что мы сделали правильный выбор. И еще раз повторюсь, очень доволен, как Александр сыграл эту роль. Я не думал, что это будет получиться такая цельная, какая-то очень глубокая, наполненная история. Я думал, что эта история будет поскольку, то есть она будет лейтмотивом, но все равно. А тут я увидел уже работу, ну именно какой-то мини-фильм под песню, и это впечатлило, это разрушило мои представления о том, что это будет. Я был впечатлен. Я был, правда, по-человечески искренне впечатлен, даже не от того, что это мое детище, а то, что я к этому как-то причастен, что вот я же знаю, какая это работа, сколько людей в этом принимало участие, посредственно и непосредственно, и это так все хрупко, такой некий хрустальный домик, в который я тоже несколько вложился, и для меня именно это ценно. Мне очень приятно наблюдать за этими результатами, которые я вижу, по-моему, в своем клипе. Готов, ром? Начали! Готов, ром? Стоп! Цена 1, кадр 2, 2, 3. Для съема клипа мы собрали большую команду и с большим удовольствием работалось в очередной раз с нашими операторами. Это Рома Безродный и Дмитрий Коваль. Вот люди-профессионалы, люди, которые меня понимают, люди, которым я доверяю. Все три дня мы работали достаточно плотно, интересно, было все, летали, катали. Самыми интересными кадрами для меня, наверное, все-таки будут кадры по ночному городу, когда мы катались и снимали байк. Кадры снимались на ходу, на довольно приличной скорости, получилось весьма красиво, техника отработала на ура, люди отработали на ура. Еще нам повезло, что та дорога, на которой мы снимали, она была пустая, мы никому не мешали и получилось все очень, как сказать, в общем все получилось. Съемки это всегда интересно, просто быстро, я бы даже сказала. Потому что мы сделали почти что все с первых дублей. Я просто хотела сказать, что я восхищаюсь, когда люди так относятся к своей работе. Это даже не работа, это какое-то движение души. И я поздравляю всех участников этого проекта с этими съемками, с режиссером и друг с другом, потому что это очень важно, когда все происходит в любви. Такие непростые истории, такие молодые ребята и такие большие люди за камерой. Ребят, спасибо вам большое за этот процесс. Ближе, ближе, ближе сюда. Стоп, хорошо. Мне безумно, мне очень сильно нравится команда. Я в каком-то щенячьем восторге. Я бы вот в такой команде, наверное, работала с огромным удовольствием. Это был бы просто кайф какой-то. Вообще, три дня, третий день и все вот так вот прям... Ай... Сказать на позитиве, наверное, не правильно сказать, а как-то так душевно, что вот, душевно. Мне нравится, что такое классное чувство юмора поддерживается, поэтому работа легкая. Клип у нас в любом случае получится. Тем более, что команда сейчас уже существует более десяти лет. Опыт будет накапливаться, хорошая аппаратура, хорошая атмосфера в команде. Поэтому снимаем и качественно, и весело, и продуктивно. Надеюсь, что этот клип попадет в ротацию, надеюсь, что эта песня будет иметь успех. У Алисы, конечно, дальнейшего прогресса, лучших новых хитов, чтобы все в радио звучало. Она очень позитивный, веселый человек. И главное, что для такого возраста она очень трудоспособна. Вот мы третий день снимаем, почти не спим, она еще успевала на радио. Я еду, в машине уже сплю, а она до сих пор убегает, прыгает по камням. Веселая. На самих съемках у нас, конечно же, не обошлось без каких-то чрезвычайных небольших ситуаций. У нас в конце съемочного дня первого мы разбортовали колесо заднее у байка. Вот. Ну, это вроде бы небольшая поломка, но мы столкнулись с какой проблемой? Что в условиях автополигона мы не могли его, скажем так, вернуть в накаченное состояние. Очень долго мучились, пока не приехали люди с серьезной ремонтной техникой и не починили. А Алису у нас дублировала Алена. Это тоже замечательный байкер, с которым мы познакомились накануне, скажем так, съемок самого клипа. Вот. И с Аленой мы снимали даже после отъезда Алисы. Потому что у нас были эпизоды, где героиня едет по городу по ночному. И это мы снимали уже примерно, наверное, через неделю после того, как закончились основные съемки. Ну, а если вспоминать про какие-то нестандартные ситуации, то тоже Алена один раз нас очень сильно напугала. Мы снимали. Это был второй съемочный день. Она должна была проехать перед автомобилем главного героя. Довольно-таки близко, чтобы создалось ощущение, что она его как подрезала. Вот. И на съемках мы разметили. У нас это была такая проезжая часть, придомовая территория, широкая дорога. Вот. И с парковки должен был выезжать джип, и она перед ним должна была проехать. И оператор Дима, значит, должен был двигаться. Двигаться по направлению к джипу, то есть как бы на перерез едущему мотоциклу. И здесь что получилось? Алена, будучи, скажем так, опытным водителем и водителем, который имеет уже, как говорится, до автоматизма отработанные все навыки, она, видя, что приближается, хотя мы до этого ей и сказали, она видит, что приближается к ней человек, ну, грубо говоря, бежит на нее, и она берет вправо, отклоняется от заданной траектории и проезжает не там, где должна. И вот Алена пролетела, ну, практически, не знаю, в каких-то миллиметрах, наверное, от его бампера. И сначала, когда это произошло, мы вообще подумали, что она все-таки ударила его, то есть задела машину. Вышли, посмотрели, все в порядке. И этот кадр в итоге вошел в клип. Приготовились. Начали. После того, как мы смонтировали клип, черновую версию, мы, прежде всего, начали с Алисой думать о том, как его воспримет зритель. Потому что, как это обычно бывает, вся съемочная группа, вся творческая группа, она, конечно же, знает сценарий, присутствовала на съемках и досконально, скажем так, знает сюжет. Все. И мы воспринимаем очень субъективно. У нас было две фокус-группы. Одна фокус-группа это Новосибирская. И вторая фокус-группа была в Москве из числа коллег и друзей Алисы. Вот. И мы показывали черновую версию клипа. Вот. Собирали мнения. Вот. И все у нас получилось гладко, потому что есть у нас момент, который... Мы сами видели, что он довольно-таки спорный. Вот. И фокус-группа нам сказала о том, что немножко здесь двояко можно воспринимать. Это эпизод, где происходит авария, где герой разбивается. И героиня, значит, реагирует на это. Изначально мы так и задумывали, что она находится в шоковом состоянии. И мы хотели показать контраст, что какие-то посторонние люди, персонажи побежали на помощь парню. А она вот эти там буквально 30 секунд какие-то находится в таком оцепенении, в шоке и не бежит. А мы поработали на съемках. Мы снимали именно так. Вот. Но когда все смонтировалось, фокус-группа сказала, что не совсем понятно, почему она стоит, почему она не побежала. Вот. Кто-то понял, кто-то нет. Мы стали искать решения, пробовали переделать монтаж, найти какие-то возможные компромиссы. Все. Очень много у нас было вариантов. Очень много. Мы даже немножко спорили, помню, с Алисой. В итоге она сказала, что давайте так оставляем. Вот. Действительно, это, наверное, прежде всего мой промах. Потому что изначально так задумывалось. И это не сработало. Вот. Поэтому все-таки в клипе мы выпустили именно так. Вот. И часть зрителей в комментариях и в отзывах нам на это указывает, что кто-то не понял, почему она там не рванулась вперед. Хотя, я еще раз повторяю, в жизни в таких ситуациях не обязательно будет такая реакция, что человек сразу бежит, пытается оказать помощь и так далее. Потому что, если такая трагедия происходит с близким человеком, то здесь как раз могут быть разные реакции, в том числе и реакции такого оцепенения. Ну, в итоге, как получилось, так получилось. В остальном, после утверждения черного монтажа, мы перешли к озвучанию. Озвучание у нас проходило в трех городах. Часть актеров переозвучились в Новосибирске. Женя Бочкарев, игравший «Доктора», переозвучился в Красноярске. Ну, а, соответственно, Алиса делала это в Москве. Потом мы все это вместе собрали и сделали уже чистовую версию и стали готовиться к премьере. Конечно же, самым волнительным моментом и моментом, за который мы больше всего переживали, была премьера клипа в интернете. На YouTube-канале Алисы мы его выложили 20 октября. Вот. И на сегодняшний день, на момент записи интервью, его посмотрело уже почти полмиллиона зрителей. Что меня больше всего радует? Да, количество просмотров может быть не такое большое. Хотя мы, в принципе, на эту цифру настраивались. Вот. Посмотрим, как будет дальше. Но больше всего меня радуют положительные отзывы, которые мы получили от зрителей в комментариях. Мы достигли основной цели. Зрителям нравится, прежде всего, история, которая рассказана в клипе. Это очень здорово. Потому что, когда зрители пишут, что у кого-то навернулись слезы, кто-то заплакал. Вот. Это же очень здорово, если мы смогли вызвать такие эмоции. Мы это планировали и это получилось. Она очень много общалась со своей аудиторией. У нее, кстати, замечательная аудитория. Такая крепкая, дружная фан-группа. Вот. С большинством из них я, наверное, уже тоже немножко знаком. Кто-то мне даже лично со мной переписывался. Я слежу за всеми ее страницами. Я читаю комментарии. Я смотрю, как она общается. Вот. А в личном, скажем так, общении с Алисой я теперь могу вам точно сказать, что она безумно любит всех своих поклонников. Она очень внимательно к ним относится. Да, у нее нет возможности добавить всех в друзья. У нее нет возможности ответить на каждый комментарий, личное сообщение. Но, ребята, я вас уверяю, она все читает. Она в курсе каждого вашего комментария. Вот. И она очень тепло и очень уважительно относится к этой аудитории. И меня радует то, что и аудитория у нее такая же. Даже если мы видим на каких-то посторонних площадках, интернет-ресурсах, возникают какие-то конфликты, какие-то хейтеры пишут, еще там кто-то. Вот. Ее поклонники очень уважительно с ними общаются. Они очень воспитаны. И это здорово, что как раз такие воспитанные люди вокруг нее. Поэтому, поэтому я считаю, что все, кто любит ее творчество, вот, должны с уважением к ней относиться. Потому что она также любит вас и также с уважением относится к вам. Выпустили клип, когда прошла его премьера, когда мы прочитали уже больше двух тысяч комментариев на ютубе. Конечно же, хочется делать что-то еще. И скажу вам честно, уже есть определенные идеи. Мы уже строим планы на будущее. И я уверен, что мы с Алисой сделаем еще не один клип. Вот. С ней работать очень приятно. Это профессионал, который работает очень творчески. Которая, вы знаете, вот, наверное, самое ценное, чему научила меня Алиса, вот, за вот эту нашу работу двухмесячную плотную, она научила меня смелости. Потому что она намного моложе нас. И у нее нет страха делать что-то новое. И не просто что-то новое, а сделать что-то, что будет немножко отличаться, наверное, от каких-то стандартных решений, от каких-то путей уже проверенных. Вот. Потому что мы, конечно, с ней очень много моментов каких-то обсуждали. И у нас были разные точки зрения. Так вот, она меня научила смелости в принятии каких-то решений. Это касается и рекламной кампании клипа, и обложки, и какого-то описания, и каких-то там конкурсов, общения с аудиторией. Все. Это здорово. Вот. Мне хочется вот это качество, которое у нее есть, развить в себе и не бояться делать что-то немножко по-другому. Кли очень весело, очень круто, и я больше отдыхала, чем работала. Ну, не чувствовалось какого-то прям тяжкого труда. Я делала все с удовольствием, и мне очень все понравилось. Поэтому, кто не видел клип, если есть такие люди, то обязательно, обязательно вот сейчас заходите. Я надеюсь, там будет где-нибудь ссылочка, да? Вот, значит, вы заходите, смотрите этот клип, а потом вот под этим роликом в комментариях пишите. Я посмотрел. Если вы посмотрели, значит, вы хороший человек. Я вас люблю. Ждите от нас новых работ, и я надеюсь, что они скоро будут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok